Доверие и сотрудничество. Ключевая тема. Казанфорум 2024. Сегодня поговорим об этом. Это главные новости в студии. Далеко вами? Здравствуйте. У нас в гостях сегодня Рустам Сагдеев, участник форума, генеральный директор финансового дома. Здравствуйте. Да, добрый день. Спасибо, что пришли к нам. Международный экономический форум «Россия и Исламский мир» проходит в Казани с 14 по 19 мая. Традиционно его проводят на Казань-экспо. Это 15-й по счету юбилейный форум в программе 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. Обсуждают международное сотрудничество, экономику, туризм, бизнес, науку и технологии, исламские финансы и инвестиции, спорт, индустрию, халяль, моду. Ключевая тема в этом году – это доверие и сотрудничество. Пленарное заседание состоит с 17 мая. Эксперты обсудят перспективы взаимодействия России и стран, организации исламского сотрудничества в разных сферах и подведут итоги работы форума. Десятки тысяч гостей в эти дни собрала Казань, если быть точнее более 18 тысяч человек из 85 стран. Рустам, вы уже не первый год, насколько я знаю, принимаете участие, потому что мы с вами уже не в первый раз встречаемся в этой студии. Сам форум у нас, насколько я знаю, проводят с 2009 года. За это время его статус сменился уже на федеральный, и теперь он считается международным. Его, скажем так, поставили на один уровень с Петербургским экономическим форумом, с Восточным экономическим форумом. Какая-то уникальная площадка, на которую каждый год приезжает все больше и больше людей. Я помню, в коронавирусное время все активно подключались онлайн, когда не было возможности даже посетить онлайн. Что же там такого невероятного, что все хотят, и эта площадка расширяется? Ну, смотрите, давайте порассуждаем, да, давайте вспомним историю. Россия, исламский мир, Казанфорум, он же не просто так как бы расположен здесь, на этой площадке, в нашей республике, в городе Казань. Вообще, если посмотреть политически, стратегически, то на сегодняшний день нашими союзниками в основном является Китай и страны Персидского залива, это исламский мир и так далее. И не просто так наша страна все эти годы развивает это сотрудничество. А площадка диалога в виде Казани, это на самом деле очень символично, да, потому что этнокультурный код, он близок. Здесь очень развитая индустрия халяль, и это не только пропитание, да, это тот путь, который пропагандирует наш руководитель, наш Раиса Республики, халяль лайфстайл. Это касается и питания, и финансового сектора, и гостиничного бизнеса, и так далее. Все это не только еда? Конечно, да, да, безусловно. И поэтому, плюс ко всему, здесь исторически также жили мусульмане, и этот этнокультурный код, он очень близок, как бы. Поэтому площадка Казани, она, мне кажется, очень такая оптимальна. Помимо этого, наша республика имеет огромный опыт принятия гостей. В проведении масштабных мероприятий. Да, да, то есть сколько мероприятий разных прошло. Это и футбольные мероприятия, это и универсиады, да. Чемпионат по водным видам спорта. Да, 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 постоянно. Ну, наверное, еще немаловажно, что Рустам Дургалич возглавляет группу стратегического видения России «Исламский мир». И мы все-таки многоконфессиональная и многонациональная республика. И вот в этом году мы говорим, что ключевая тема — это сотрудничество и доверие. Вот, в принципе, наверное, понятно, почему это так важно. На ваш взгляд, почему именно эту тему в этом году выбрали для форума вот такой вот главной? Ну, на самом деле, этот форум, он призван показать открытость к диалогу между Россией и другими странами. А ведь как строить партнерство, не доверяя друг другу. Площадка «Казань» форума — это как раз-таки про партнерство, про доверие там и про такие моменты. И наша политическая ситуация, она показывает, что вчерашние друзья, они могут быть уже не друзьями на сегодняшний день. Давайте посмотрим на наших партнеров с исламских стран. Ведь ими движут также какие-то религиозные, исторические вещи. То есть такие вещи, как честность, открытость, доброта, отсутствие обмана и прочее. Поэтому этими моментами тоже наши партнеры, я думаю, как бы руководствуются. И 15-й, как вы правильно заметили, 15-й форум уже проводится. Это показатель того, что эта площадка развивается, она расширяется. И тот новый статус, который она обрела, это высокая оценка, я считаю. В этом году, по-моему, даже количество дней больше, чем обычно. Потому что, насколько я помню, раньше было 3 дня, 3-4, в этом году прям 5. Мощное, действительно, огромное количество участников. У нас есть ролик о том, как проходило мероприятие в прошлом году вообще, что из себя представляет, в принципе, этот международный форум. Предлагаю посмотреть. Субтитры подогнал «Симон» 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 Реально на форуме подписывают какие-то серьезные долгосрочные сотрудничества? Кажется, что это такое мероприятие, просто какие-то презентации, выставки, показ моды и так далее. Но при этом деловая часть мероприятия, я так понимаю, она тоже довольно весомая и значимая, потому что каждый год по итогам форума подписываются десятки соглашений. Да, действительно так. Скажем так, что, наверное, для обывателя форум видится в виде выставки. Но в целом можно разделить, наверное, на две составляющие. То есть это выставка, это для широкого круга, это сам форум с сессиями, с подписанием соглашений и так далее. Это уже, наверное, более такая, скажем так, закрытая вечеринка. И скажу, что да, действительно подписывается большое количество соглашений. К слову сказать, мы также принимаем участие, мы в этом году подписываем меморандум с одной дружественной компанией в рамках нашей страны и с другой, которая имеет уже международный статус. Хочу дополнить тем, что к форуму готовятся, к форуму готовятся. И форум подписания соглашений, это является апогеем вот этой подготовки как раз таки. Прежде чем соглашение состоится, проделывается огромная работа. Расскажите, ваша задача и роль на форуме в этом году. Что именно вы будете делать? Я знаю, что вы будете выступать в качестве спикера. Я знаю, что вы принимаете участие, в том числе, по-моему, на выставке. И будете какую-то презентацию делать. Расскажите подробнее об этом. Что за продукт вы предлагаете вот этой широкой, скажем так, международной аудитории? О чем будете рассказывать? Да, действительно, в этом году на нашу организацию, на нашу компанию повышенное внимание. Да, действительно, мы принимаем участие в выставке. Не просто так нам выделили одно из первых ключевых мест. То есть это показывает повышенное доверие со стороны регулирующих органов к нам. Также мы выступаем на сессии, которую проводит Центробанк Российской Федерации. Фактически мы являемся единственной частной компанией, которая предоставляет услуги партнерских финансов, которая принимает участие в качестве спикера на этой сессии. Говорить мы будем про наш опыт, про результаты. Как вы знаете, в сентябре месяце стартовал эксперимент по партнерским финансам. Четыре региона. Татарстан, Башкорстан, Чечня, Дагестан. Пилотные мы в том числе. Да, как обычно, пилотные мы. Но на самом деле это очень благое и ответственное знамя. И мы будем рассказывать, как продвигается эксперимент у нас, у практиков. Занимаемся мы партнерским финансами уже 2010 года. Мы привлекаем инвестиции по нормам ислама. И, соответственно, финансируем. Финансируем в основном малый и средний бизнес. И как раз таки на сессиях и на выставке мы рассказывали первым лицам в том числе. И завтра будем рассказывать на сессии, как изменились наши качественные и количественные показатели. А можно попросить вас рассказать немножко нам? Потому что все мы не будем присутствовать там. Но, мне кажется, наша аудитория тоже довольно интересна. Действительно, такой вот эксперимент впервые с сентября. Есть какие-то небольшие короткие итоги? Может быть, вы приоткроете завесу тайны? Ну, произошел определенный... На самом деле, здесь большая заслуга и вас, в СМИ в том числе. Потому что, когда стартовал законопроект, стартовал эксперимент. Точнее, было повышенное внимание со стороны средств массовой информации. И люди, как бизнесмены, так и обыватели, да, они все узнали, что такое партнерский, исламский финанс. Потому что до этого момента это был такой определенный пробел в знаниях, в понимании. Ну, в двух словах, наверное, расскажу, что, как мы знаем, есть традиционная банковская система, которой пользуются там и физические, и юридические лица. Там можно, туда можно вкладывать деньги, можно брать кредиты. Кредиты разные, там, на недвижимость, автомобили, там, карты и прочее. Схожим образом работает и партнерская система финансирования. Также наша организация принимает инвестиции, но есть определенные поправки момента, да. То есть, то, что прибыль не гарантирована, она зависит от результатов, там, прошедшего периода. Потому что деньги не вкладываются в какие-то неэкологичные сферы экономики, производства, там, и так далее. Ну, например, там, производство, там, оружие, производство, там, не вкладываются эти деньги в игорные бизнесы, там, ну, и так далее, да. Там, каких-то продуктов питания. Вот. И точно так же люди, которые инвестируют в такие организации, они могут быть уверены, что их средства расходуются экологично, и их деньги косвенно, даже через банки, не направляются на что-то, что негативное, ну, не слабо негатив для человечества, для людей. То есть, инвестиции, эти инвестиции интересны татарстанцам, да, правильно я понимаю? Да, более того, нашими клиентами являются не только татарстанцы, мы работаем по всей России, и сейчас возможности позволяют принимать инвестиции практически с любой точки нашей страны, которая становится все имя. Насколько я знаю, это уже система работает в других странах, да? Как раз-таки вот в исламских странах. Да, это работает и в исламских странах, и у наших соседей, в странах СНГ, и у нас, по большому счету, это тоже работает с 2010 года, но на тот, до сегодняшнего момента, до сентября прошлого года не было соответствующего закона, и сейчас он, к счастью, появился. Ну, что-то интересное, тем не менее, вы для татарстанцев можете рассказать, да, что, например, что заинтересует людей, они могут прийти к вам в том числе. Что-то интересное должно быть ведь и для иностранцев, которые будут присутствовать на выставке, к вам тоже, наверное, будут подходить. Да, но на самом деле иностранцев всегда удивляет вообще опыт нашей страны, то есть то, что, как вы правильно сказали, наша страна многонациональна, многоконфессиональна, и что здесь реализованы принципы, там, партнерских финансов, что они развиваются, что, там, та же самая халяль индустрия, да, там, имеет свое, как бы, развитие постоянное. Поэтому иностранцев, безусловно, это удивляет. Если говорить с точки зрения, там, инвестиционной составляющей, то Россия всегда была интересна иностранцам с точки зрения инвестиций, потому что это тот регион, та страна, где есть возможность заработать, в том числе и инвесторам. А когда появляются инструменты заработка согласно партнерским финансам, это, соответственно, увеличивает интерес. А на какими знаниями вы будете делиться на самом форуме? Я знаю, что вы будете в качестве спикера выступать. Что именно, что за тема у вас, что вы будете рассказывать? Просто это интересно, это международное событие. Я считаю, что это круто. Наверное, это ваш первый подобный опыт выступать на таком большом мероприятии. Да? Ну, опыт не первый. А, не первый. Да, но именно с учетом того, что этот форум стал федеральным, наверное, первый, скажем так. Вот, да. Даже международный он сейчас, как вы считаете? Да, по сути, это международный форум. Но мы будем рассказывать, как я уже говорил, про наш опыт. Там будут наши коллеги, которые занимаются также партнерским финансами, кто-то в начале пути, банки. На самом деле, мне в определенной степени немножко есть такая белая заяць, потому что они уже... Мы этот путь прошли, им будем рассказывать, как все это происходит. А они только будут начать. А, да. Для них уже будут определенные там готовые инструменты, как бы. Поэтому расскажем о себе, про наш опыт, оставим свои контакты, ну, попробуем навести какие-то определенные дружественные взаимоотношения. Сами вы надеетесь получить на этой площадке что-то полезное? Безусловно, сам факт появления, не появления, сам факт проведения такого мероприятия, он, безусловно, полезен. Потому что из года в год мы встречаемся с коллегами, мы встречаемся с сочувствующими, скажем так, в положительном ключе людьми, которые стремятся развивать именно партнерские финансы, как в нашей республике, так и в рамках страны. Идет определенный обмен опытом, идут определенные знакомства с регулирующими органами, что, безусловно, облегчает развитие партнерских финансов в рамках нашей страны. Ну, есть что прямо удалось, например, вот, может быть, обсудить какую-то проблему и прийти к общему решению? Или увидеть, что иностранцы работают как-то иначе, например, взять у них опыт и применить здесь? Вот, то есть, именно на практике, как бы, мы говорим людям о том, что вот, прошел форум, пять дней, там, панельные дискуссии, сессии и так далее. Но по факту на практике, вот, например, есть число подписанных соглашений, а вот еще их же кто-то придумывает и организовывает. Это огромное количество панельных дискуссий, пленарных заседаний и вопросов, которые будут обсуждаться. Вот как итог какой-то есть в этом? Ну, на самом деле, вот тот закон, который появился, да, это на самом деле большой итог, потому что, просто посчитайте, 15-й форум, 15-й это первый форум, когда проводится уже в рамках действующего, пусть ладно, эксперимент, но тем не менее. То есть, 14 форумов, они все проходили, не имея соответствующего законопроекта. А сейчас есть федеральный закон, то есть, это однозначно большая заслуга, и в том числе заслуга вот этих форумов, которые проходят в нашем городе, в нашей республике. Но это касаемо только партнерских финансов, а форум, он же имеет более такое широкое... Многогранный, да. Многогранный, да. То есть, безусловно, из года в год мы видим результаты нашего агентства институционного развития, да, который привлекает инвестиции. То есть, мы периодически смотрим их отчеты, если они есть в публичном каком-то этом, и они показывают высокие действительно результаты. То есть, посмотрите на площадки, да, которые есть в нашей республике, там территория опережающего развития, там Алабуга, там еще какие-то, да. То есть, там кто не был, вот там просто даже проехать, вы увидите название многих таких крупных мировых брендов, которые открыли производственные площадки на территории нашей республики. А что это значит? Это значит, это налоги, это рабочие места, это технологии, это определенные те решения, которые в том числе остаются здесь у нас в стране, и которые заимствуют там более мелкие предприятия. Поэтому проведение такого рода мероприятий, оно из года в год приносит определенную пользу. И те вложения, которые делаются на это мероприятие, они многократно окупаются как и в денежном эквиваленте, так и в репутационном. Какие в целом ожидания от форума? Чего вы ждете от пленарного заседания? Если можно коротко, у нас мало времени с вами осталось. Ну, мы будем слушать наших руководителей, то есть пленарные заседания, это, как правило, те площадки, на которых мы ждем каких-то решений, мнений, видений, векторов развития именно от руководителей республики, от руководителей соответствующих там министерств, надзорных органов там и так далее. То есть пленарное заседание — это то место, куда мы приходим уже послушать и понимать, как будет дальше двигаться. Я предлагаю еще раз посмотреть ролик, который мы сегодня смотрели в начале, о том, как проходил форум в прошлом году. Я думаю, красивые кадры. Закончим именно ими. Спасибо. 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 Спасибо.